По заболеваемости за качественное новообразование в Крыму по сравнению с Российской Федерацией. У нас заболеваемость на землю Крыш. В Российской Федерации 490 в Чечне. Человека на 100.000 населения. У нас 440.80. Интересная цифра. Сколько процентов приходится в Российской Федерации на новом анколога? Как Вы думаете? Пожалуйста. 484 процента. То есть почти полу тысяч человек на новом анкологе. Но на новом анкологе интересны цифры, озвучившие по детским анкологам. Там, конечно, ситуация метастатическая. То есть есть целые регионы в Российской Федерации, где нет ни одного детского анколога. Ни единого. Сколько всего пациентов со злокачественным образованием было зарегистрировано в России в прошлом году? 571 тысяча. Практически полной людей. В Крыму 간단ными 865 622 человека. Что является на 384 человек больше, чем в 15 году. То есть bazı увеличения оргазмы и боскновенияών, семья. Это зафиксировано в новых злокачественных новообразований. Всего в Крыму на сегодняшний день на учете в нашей медицинской организации в Республиканском клиническом и экологическом состоянии 53 тысячи человек. То есть это небольшой город. Ну вот рассматривают в качестве показателя низкого качества специализированной помощи именно уровень показателя механической верификации. То, что касается рака желудка, я вам озвучу, но, к сожалению, такая же ситуация и по другим локализациям для Крымчана характерна. Честно говоря, данные севастопольцев, которые раньше я тоже выписывал, в этом году я не стал выписывать даже, потому что они на большинстве своем совершенно выпадают из общего кокорда, из общего пула, никак не укладываются. То есть, скорее всего, это дефекты учета пациентов, дефекты работы организации здравоохранения, к сожалению, по крайней мере, по итогам прошлого и позадрошлого года. Будем надеяться, что в текущем году ситуация изменилась. Что еще может для вас интереснее представить? Ну вот, как бы, такой позитивный момент, позитивные цифры. Летальность на первом году от момента установки диагноза. В целом у России 23% пациентов, которые установлены в кокологический диагноз, умерли в течение следующего года. В Крыму это показатель несколько лучше, 26%. На первой и второй стадии диагностики примерно соблюдается предмет. В России 54,7% пациентов диагностируют. В Крыму 54,8% пациентов. То есть цифры, в принципе, идентичные. Там немножко идет разница отдельно в таблицах указана первая и вторая стадии. Но вот по первой стадии у нас, как бы, на несколько процентов хуже будет показатель, но зато лучше для второй стадии. А в целом первая и вторая стадии, то есть когда реально можно помочь этим несчастным людям, 54,8% пациентов. Неприятно для нас показатель ситуации, когда стадия вообще не была установлена. То есть установлены на алис, но по каким-то причинам стадия не была указана. Такого, в принципе, не нужно. Но в России этот процент составляет 5,7%. У нас несколько выше, 6,9%. В какой-то степени оптимизм взеляет то, что в 15-м году этот процент был еще выше, 8,4%. Поэтому надеемся, что благодаря работе нас всех с вами, присутствующих в этом зале, этот процент еще и снизится. Так вы понимаете, это как бы сухие цифры, а за этими сухими цифрами стоят страдания людей, несчастья, и не только современные пациенты, вы это видите, но и хвостик, знакомые, иногда даже заседают. Ну что там у нас? Какое-то движение есть, да? Операционные появились, нет? Сейчас здесь все стоят просто. Зашли в операционную. Да, да. Зашли в операционную. Продолжение следует...